здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня такое необычное видео но очень интересное оно и историческое познавательное биологическое всем будет полагаю интересную речь о здоровье идет и вот хочу вам показать и скоро я вам зачитаю вот из этой брошюрки как обеспечить себя витаминами 42 год пищпром издать но вначале маленькое предисловие это очень небольшая брошюра но в начале пару слов предисловие скажу она очень важны по мере прочитывания вы услышите очень интересный момент про то что если себя вот этим жизненно важным витамином c обеспечить вы хотите а это необходимо для здоровья тем более в тяжелые времена во время войны когда продуктов питания соответствующих не хватает а это для здоровья и жизни людей важно и тогда советское правительство выпускала вот соответствующие брошюры вот здесь уже шла речь я сейчас очень важную аналогию скажу вы знаете как работает медицина ну про современную что говорить но в любом случае знаете что есть две принципиальных медицины одна что называется общая а вторая это реанимация говоря о реанимации врачи там вынуждены применять такие меры за секунды за считанные минуты иногда секунды чтобы жизнь спасти человеку сейчас там не до теорий там не до 1 2 3 и компота да когда все в перемешку это конечно страшная была беда и вообще диверсия по сути но это отдельная уже тема а в реанимации совершенно четкие определенные действия что жизнь надо сейчас спасти и это тоже самое дело в том что вот это первый второй третий компот к чему нас приучили это страшно несовместимая пища оттуда куча проблем и ладно раньше когда экологически чистая вся пища была но сейчас ведь факторов влияния на здоровье отрицательных все больше и больше и болезни потому молодеют и потому если даже что-то неправильно бабушка ваша делала с дедушкой и могли прожить 90 или более лет то сейчас нет так вот и здесь такая же аналогия где черном по белому что называется было сказано что только в живом виде никакой варки никакой жарки иначе витамин c уничтожается эффекта не будет вся билетристика отпадает когда речь касается вот здесь и сейчас о жизни и смерти о самом важном вот тогда наука которая отражает жизнь выходит на первый план я в конце вам еще одну интересную брошюрку вот эту покажу уже 51 года и в этой уникальной брошюре речь идет о двух как минимум двух важных основных способах получения витамина c оба связанные разумеется с сыроедением и обратите внимание когда я буду говорить о семенах и их проращивание как все не ново как все то что было когда-то известно и являлось истинной абсолютной потому что здесь и сейчас помните да здесь и сейчас сразу результаты как потом все замудрили и запутали и еще очень важный момент вот сейчас последние годы много появилось среди зож пропагандистов про там скажем изобретение якобы новые какие-то там хвойный коктейль и так далее вот про этот хвойный коктейль писали в сорок первом году и давайте я сейчас вам все это зачитаю пейте витаминный хвойный напиток памятка витаминах как обеспечить себя витамином c витамин c необходим для нормального питания организма взрослых и детей он усиливает защитные свойства организма против инфекций помогая ему в борьбе с болезнями в скобках гриппа мангины воспалением легких и прочим витамин c способствует нормальному обмену веществ ускоряет заживление ран улучшает общее состояние организма случай недомогания в скобках слабости легкого утомления боли в суставах и конечностях является единственным средством предупреждения лечения цинги болезни возникающие на почве отсутствия в организме витамина c в результате недостаточного потребления овощей дорогие друзья маленькую ремарку обязательно мои два видео о витамине c посмотрите потом кто не смотрел ссылки я оставлю вот под этим видео продолжаю в условиях военного времени особенно надо считаться с возможностью недостатка в пище витамина c этот витамин содержится лишь свежих плодах ягодах и овощах перевозка которых военное время затруднена только в свежих запомните живая пища как природа ее создала пополнить свое питание витамином c тем предупредить цингу можно в любых условиях для этого достаточно лишь знать простейшие способы получения витамина c из доступных материалов один из этих способов основан на замечательном свойстве семян быстро накапливать витамин c при прорастании то о чем я в одном из своих видео говорил что при прорастании семян многие витамины не только c начинают синтезироваться в больших количествах в этом продукте для получения витамина c достаточно семена гороха чечевица ржи или пшеницы замочить в теплой воде в течение 5-6 часов затем положить набухшие зерна слоем в 2-3 сантиметра на дно какого-либо сосуда лучше всего плотяной корзины на кусочек ткани смоченной водой сверху семена надо покрывать влажной тканью ну или марлей и поставить сосуд в теплое место теплое место это значит комнатная либо чуть выше температура но не более 38 верхний слой ткани нужно все время поддерживать во влажном состоянии в темноте прорастание семян происходит быстро через два-три дня зерна дают ростки когда последние достигают длины 2-3 сантиметра проросшие семена готовы к употреблению их надо промыть водой и перед едой приготовить из них салат или пюре без варки в скобках четко указывается с добавлением обычных приправ достаточная суточная доза витамина c 20 тысячных долей грамма но это я сразу подчеркну чтобы от цинги не умереть тут самый минимум дается находится это количество в 50 100 граммах таких семян пророщенных семян уже они набухшие водой понимаете сухом виде это гораздо в разы меньше но экономить надо было сами понимаете этим способом легко воспользоваться чтобы быстро получить витамин c в необходимых количествах этим удобным средством получения свежей растительной пищи с успехом пользовался экипаж советского ледохода седов сразу хочу здесь маленькую ремарку еще одну ставить вот я советую запасаться иметь некий запас действительно зерна который может годами десятилетиями храниться из правильного хранить и в случае чего при правильном применении не варки а именно проращивание в малом объеме вы будете получать это ведь только по витамину c там не только цепы п и другие и б разный b1 b2 будете получать практически все необходимые питательные вещества это очень важно и ценно и теперь для старых моих зрителей скажу и вы конечно знаете что меня есть интернет-магазин nadgar.ru по всей россии по всем странам мира мы отсылаем посылки то есть ваши заказы и соответственно это и продукты питания приборы и так далее так вот скоро откроется еще один интернет-магазин такое объявление рекламные но важные к теме и вот именно по зерну крупом bio сертификатами bio то есть абсолютно экологически чистые и мы будем отсылать из пушкинских гор это будет происходить уже не из подмосковья значит мои главных складов а из пушкинский год по всем городам россии странам мира уникальные bio зерна семена ну то есть все от там просто сорга до пшеницы конопли амаранта и различные полбы спельта то есть твердых сортов пшеницы и пшено и так далее и тому подобное вот так будет скоро видео об этом отдельно увидите но вот извините за такое небольшое отступление полагаю для кого-то оно будет очень даже кстати тоже многие спрашивают у вас пропали были зерна в главном магазине а вот будет ли вот будет она уже у нас есть огромные склады уже заполнены и теперь скоро начнется продажа будет отдельное видео продолжаю второй еще более простой способ получения витамина c основан на использовании хвои древесных пород я заготавливал так зимой то свежие поросли что выросла вот весной и летом накануне срезается и в пакеты полиэтиленовый в морозилку мы забивали ну прессовали в морозилку и все лето и весь сезон можно в блендер кидать я скажу в конце способ как я это делал раньше а сейчас зачитаю брошюру хвойные иглы обладают свойствами накапливать большое количество витамина c особенно зимнее время в хвое сосны ели средние северные полосы советского союза содержание витамина c по крайней мере в пять раз больше чем в лимонных в одном килограмме хвойных игл содержится 100 человека доз витамина c на самом деле можно в 10-20 раз увеличить количество тогда не было еще тех исследований которые показывали что до грамма в день но только не синтетического и в этом сути в этом ошибка лаймаса полинга пусть и лауреата нобелевских премий но все же он совершил огромную ошибку в том что верил что можно повторить формулу синтетическим путем формулы природных соединений это невозможно да и сразу скажу что натуральный витамин c если хотите именно да этот способ идеальный на всякий случай и кто лениться не будет если прижмет будете знать ну а если есть возможности желания и у кого времени нет ну вот пожалуйста натуральный витамин c еще производится у нас еще пока есть запасы на складах это витамин c вот эти желтые бутылки фирмы dual life полностью из растительного сырья получены не синтетическим путем а экстракции из определенных растений это концентрат витамина c кстати как и вот эти зеленые бутылки чистый активный хлорофилл это уникальное питание крови это помощь в синтезе гемоглобина но это по сути концентрированная чистая энергия продолжаем отличительным свойством хвойных игл является также то что содержащиеся в них витамин c обладает устойчивостью зимой хвойные иглы можно держать под снегом или в сарае до двух месяцев без заметной потери витамина при комнатной температуре витамин c в них сохраняется в течение семи десяти дней каким же образом извлечь витамин c находящийся в хвойных иглах рекомендуется два способа настоя хвои первый холодный способ второй горячий но и горячий это условно поймете дальше итак первый холодный 25 грамм игл одна доза человека день ну я вам скажу лучше взять грамм 100 150 тщательно промывают чистой холодной воде и разминают в деревянной или фарфоровой ступке или же раздрабливают деревянным молотком на доске к раздробленным иглом добавляют 150 кубических сантиметров кипяченой воды ну или родниковой чтобы только был настоящий родник или дистиллированной воды то есть из обратного осмоса это несколько менее 1 стакана комнатной температуры и затем производят настаивание игл в течение 60-70 минут при периодическом помешивании в наши дни конечно это блендер за считанные секунды я расскажу дальше как настой затем сливается процеживается через чистую белую тряпочку или сложенную втрое марлю после чего настой готов к употреблению он горек на вкус но горечь это совершенно безвредно рекомендуется свежий настой немедленно выпивать в один прием конечно вкус настоя может быть улучшен если его слегка подкислить уксусной лимонной винокаменной или соляной кислотой аптечной в скобках вместо кислот с успехом могут быть применены клюквенный кизиловые соки морс или хлебный квас напомню никакого спирта там не было тогда квасы делались при сталине без спиртовые вкус еще более улучшается если к настою добавить сахар или сахарин это я не рекомендую но тут разные варианты описаны рекомендуется добавлять 3 4 процента сахара или 0 0 1 процент сахарина или 0 5 процента кислоты к общему объему вот тогда перед тем как я про горячий способ скажу как я это делал как в идеале в современных условиях можно хороший блендер взять кстати насчет блендеров и вообще кухонной техники будет ссылка под этим видео на великолепную технику я уже несколько лет пользуюсь самые сотрудники скоро кстати несколько видео об этом выйдет но я дам сразу ссылку на вот фирму который я рекомендую кстати мы договорились так что по моему там промо коду но вы позвоните там телефон как бы менеджер индивидуально даже может проконсультировать то есть вас ну вот мы так решили чтобы человек мог сделать правильный выбор так вот берете блендер кидаете зелень скажем грамм 150 100 200 стакан полтора воды лучше полторы нажму их много уйдет даже 2 пол лимона выжимаете и мед тогда уж для вкуса мед но конечно лучше это лучше не гадость какую-то и без химии чтобы он был то есть когда пчел обрабатывают от пчелиного клеща там и так далее разной химии а все надо знать и лучше всего это перезимовавший мед и дикий мед из бортей вот такой мед мы продаем от двух наших старых уникальных поставщиков старобрядцев салтая с горной части из лесов и от из одного эко-поселения так вот ну буквально по вкусу добавляете и это будет сказка это во первых вкусно это очень полезно это такой мощный энергетик это и активный хлорофилл этой витамин c и другие витамины это и антиоксиданты а витамин c тоже антиоксидант это и антисептики то есть одни плюсы это уникальный продукт конечно тем более можно сохранить как я уже говорил в морозильнике да а потом разумеется все это через марлю процеживается прям вот сильно сжимается чтобы такой жмых был сухой и пейте ну а теперь горячий способ этот способ отличается от холодного только тем что хвою мелко разрезают ножницами сечкой или топором на куски длиной не более 0 5 сантиметров то есть 5 миллиметров заливает горячей водой температуры 65 70 не выше и настаивает при этой температуре в нежаркой печи на краю плиты два с половиной часа затем тут важно чтобы не было выше температуры ни в коем случае потому что витамин c при плюс 70 и выше начинает разрушаться а при температуре 90 100 полностью разрушается настой затем отцеживаются и с ним поступают также как указано выше хранить долго настои не следует их лучше употреблять в тот же день можно употреблять настои и в больших количествах чем это указано это лучше но просто для экономии из изложенного видно как просто обеспечить себя витамином c следует учесть что опасность небрежного отношения к витаминному питанию таит угрозу не только для собственного здоровья но и для здоровья окружающих сама по себе цинга болезнь не заразная но скрытые формы и и и так ослабевают защитные свойства организма что он легко превращается перед датчика но человек этот всевозможных массовых инфекций обостренных форм гриппа ангины воспаление легких и прочих болезней вопрос предупреждение цинги хотя я шире скажу тогда еще не было известно насколько витамин c гораздо обширнее нужен чем просто профилактика цинги должен привлекать по этому внимание не только отдельных граждан но и общественности коллективов трудящихся и в особенности столовых предприятий и учреждений настолько заботились тогда о людях для получения витамина c из хвои в больших количествах существуют более совершенные способы обработки хвои разработанный союз витамин промом подробные инструкции высылаются по запросу это уже отдельно как раз отдельная тема подписаны в печать 19 6 месяца 42 года тираж 100 тысяч типография металлург из дата нк чем ссср москва цветной бульвар 30 дом 30 ну и в завершении вот покажу вам такую брошюрку называется она витамины источник здоровья это союз пищепром реклама было и такое агентство значит соответственно при министерстве пищевой промышленности ссср это 51 год где про некоторые витамины такие важные основные витамины шло краткое описание зачем они необходимы тогда выпускала советская промышленность натуральные витамины не то что сейчас ну и соответственно вот если будет интересно могу потом эту брошюрку тоже выписать кое-что прокомментировать скажу лишь то что говоря о натуральных витаминах сейчас конечно большая проблема промышленности проще и дешевле сотни раз реально в сотни выпустить и продавать пищевой химической а ныне она химическая пищевая промышленность проще выпустить тем более фармкомпаниям ну сами понимаете частный бизнес о чем и какое здоровье людей да вы что выпустить проще дешевле в сотни раз синтетические витамины продавать их очень дешево при этом получать тысячи процентов прибыли чем производить скажем получать 50 10 20 100 процентов прибыли неважно и дорого продавать дорогие натуральные препараты но дело утопающие к сожалению сейчас находится руках самих утопающих поэтому я консолидирую у себя на сайте уникальные продукты уникальные натуральные товары какие-то мы производим какие-то наши партнеры в частности вот помимо витамина c что я вам говорил я советую уникальный жидкий в виде масла 4 в 1 витамин d3 к 2 в одном что называется флаконе плюс там омега-3 жирные кислоты и так далее вот еще формула моя кровь красные такие бутылки уникальный состав растительный натуральный органически полученный для того чтобы улучшить показатели основных форменных элементов крови улучшить функции кроветворения но вообще по ссылкам я вам дам рекомендации на натуральные основные уникальные продукты супер продукты так называемые например спирулину биоорганическую хлореллу и фокус 3 вот этих уникальных водорослей применяя которых можно полностью обеспечить организм всеми витаминами группы b включая b12 говоря хлорелле полностью всеми микроэлементами которые дефицит сейчас у всех это я говорю о фокусе в гелеобразной форме натив сухой фокус есть бесполезно ничего из него не получите к сожалению только в специальной форме вот в этой об этом я давно уже рассказывал своих видео ну и дам несколько ссылок на некоторые видео которые будут очень важны для просмотра и понимания данной проблемы но и для решения данной проблемы соответственно для обеспечения организма всеми ценными особенно в наши дни когда пища стала гораздо беднее из-за нарушения агротехнологий из-за бедности почв на которых выращиваются те или иные продукты даже органических почему кстати такая беда произошла это в моем видео лес и почва я объясняю подробно ну и пожалуй наверное все если кто-то захочет еще включу сюда видео что в моем хозяйстве в пушкинских горах псковской области было сделано за последний год небольшим трудовым коллективом что называется вот посмотрите почувствуете разницу и такое в наши дни тоже возможно ну а на этом пожалуй все я желаю всем хорошим честным порядочным людям крепкого здоровья смотрите мои видео не поленитесь под этим видео посмотрите те ссылки которые я вам даю не просто так ссылки на сайт на те продукты которых я натуральных говорил дай ну и на видео ссылки всего хорошего